Первым о работе своих сотрудников отчитался начальник полиции УВД по городу Сочи. Сергей Огурцов озвучил данные о количестве совершенных преступлений, ДТП и краж, раскрываемость которых в процентном эквиваленте выше среднекраевых показателей. Речь зашла и о необходимости восстановления в Сочи социального медицинского вытрезвителя, несколько постов полиции и организации дорожного движения. Депутаты и глава города внесли предложение об обращении полиции к ДСД Черноморья, ведущему серьезные ремонтные работы на Мамайском перевале с требованиями по выполнению решений, принятых комиссией по безопасности дорожного движения. Они взяли на Мамайском перевале и начали делать капитальное строительство. Во время лета этого делать было категорически нельзя. Надо было немедленно сделать, отремонтировать, защипник засыпать. Может быть даже временная дорога, дать людям нормально провести отдых. Этого не сделано. Главной темой обсуждения на сессии стали вопросы бюджета, в частности поступления средств из краевой казны и фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Полученные средства будут направлены на реализацию программы по переселению из ветхого аварийного жилья. В этом году необходимо предоставить комфортные условия 131 семье. На это сейчас средства есть, поступили, эта программа будет выполняться. Второй вопрос. У нас были подготовлены проектно-смертные документации работы по газификации улицы Лиселидзе. Тоже мы утвердили, это более 11 миллионов рублей поступило. На ремонт дорог немного, но тоже самое поступило средства. Налоговые и неналоговые поступления обеспечивают выполнение доходной части бюджета, а значит будут финансированы основные и социально значимые вопросы. И что касается налоговых поступлений, то в последнее время виден явный недобор имущественных, земельных и транспортных налогов. Администрации и депутатским корпусам будут приняты все меры по выполнению доходной части и приведению всех неплательщиков в правовое русло. Уже ведется активная работа трудовой инспекции по проверке предприятий. В качестве дополнительного вопроса в народные избранники рассмотрели создание муниципального предприятия «Сучьводоканал», очистные сооружения и водоканализационный комплекс Красной Поляны, а также часть Адлерского района, обслуживалось предприятием «Курганинский групповой водопровод». Эти объекты перешли городу от Алимстроя, несколько раз выходили на торги, но безуспешно. И теперь обслуживанием этих сетей по решению депутатов будет заниматься муниципальное предприятие. В дальнейшем оно будет серьезным конкурентом и для нашего «Сучьводоканала». «Сучьводоканал» будет понимать, что если что-то не так, у нас готовое предприятие, которое заступит и будет работать. Это то, что хотят наши жители города. Еще один вопрос, который волнует не только жителей, но и мэрию – предоставление земельных участков многодетным семьям. Муниципальных земель в городе нет, но власти предприняли все меры по переведению с федеральной и краевой собственности земельных участков. Сегодня депутаты единогласно проголосовали за выделение 46 участков. Переоформление ведется еще в трех массивах. Это в общей сложности 146 участков. И работа в этом направлении будет продолжаться. Ну а следующая сессия депутатов городского собрания «Сучьи» состоится уже в сентябре.